Почему бы нам не помечтать о будущем путешествия и недалеко, чтобы от дома, ну знаете, без особых там длительных перелетов и надолго, чтобы мы не покидали наше жилище. Доброе утро, мы говорим о нашей гости. Доброе утро. Анастасия Бледных, туристический агент. И, ну, поскольку мы наблюдаем рост стоимости валют, то, конечно, лишний раз задумаешься, ехать за границу или нет. Даже если в некоторые страны до сих пор открыты границы, то уже курс валют здесь бьет по карману, согласитесь? Да, все верно. Поэтому сегодня мы с вами, Анастасия, решили обсудить следующую тему, где отдохнуть в Красноярском крае и сколько это будет стоить. И возможно ли сейчас что-то забронировать на новогодние праздники, на каникулы куда-то уехать с семьей. Да, смотрите, спрос, он, конечно, не такой, как если мы берем прошлый, прошлогодний, да, еще год до этого. То есть сейчас люди в таком положении в большом сомнении. То есть все, во-первых, не знают, чего прямо в конце уже года ожидать, чего ожидать в начале 2021 года, соответственно, да, как ситуация дальше будет складываться. И в принципе, как бы поехать, вдруг ты сейчас все переживаешь, вдруг ты заболеешь до, деньги сгорят. Потому что мы понимаем, что новогодние праздничные даты, да, это всегда зачастую делается по предоплате, как минимум. Причем это идут определенные сроки по внесению остатка того же самого. И зачастую вам денежка не возвращается. То есть если вдруг туристы, ну или просто как бы клиенты не смогли как бы посетить там базу отдыха, санаторий, либо какую-то гостиницу не смогли заехать, да? Вот давайте напомним всем нашим зрителям, кто, может быть, как-то мимо ушей пропустил эту информацию, сейчас для того, чтобы выехать из страны, обязательно надо сдать тест. Правильно? Только если страна, куда вы планируете въехать, этого требует. Так вот, вы можете быть без симптомов больных. Очень верно. Сдадите тест и с недоумением обнаружите, что он у вас положительный, и уже вас страна, в которую вы планировали, не впустит. Да, и, соответственно, если в этом случае нету страховки от невыезда, которая будет покрывать именно возврат стоимости тура, да, за минусом, конечно же, самой стоимости страховки, то этот тур, эти деньги просто сгорят. Ну, то есть, нужно понимать. Поэтому многие сейчас туристы, они, конечно же, переходят на направление внутри нашей страны, учитывая, что и не все хотят куда-то ехать, лететь, рассматривают вблизи нашего города, либо прямо где-то нашего края, того же самого. Ну, давайте конкретно и поговорим, может быть, с какими-то предложениями вы к нам сегодня пришли. Да, вот на экране можно увидеть, мы сделали небольшую подборку, это даты заезда с 30 декабря по 5 января на двоих с питанием завтраки. То есть, только проживание. Ну, я думаю, знаете, спа отель Токмак, как бы известный, да, наш, и гостиница Вилатик, это самые такие востребованные, где... Это с 30 по 5, иначе говоря, сколько, 7 дней, неделя? С неделя на двоих, с питанием завтраки. Да, сейчас уже такие цены идут. Это, например, варианты тура в Шерегеш за 5 дней. То есть, здесь мы видим, что включен и проезд, то есть, дорога туда-обратно из Красноярска и Шерегеша уже, плюс проживание. Но остальное все по факту оплачивается на месте. И причем по ценовой политике здесь видно, что можно, грубо говоря, 4 или 6 местные блоки, да, это как хостел такой мини. Можно, пожалуйста, назад, да? Берите, пожалуйста, на предыдущий слайд. Что вы торопитесь, в конце концов? Да, и, например, грубо говоря, кто едет вдвоем, да, двухместный только рассматривает, по 12 тысяч на человека будет стоимость. 24 тысячи, это 5 дней. Это 5 дней, ну, даже по факту берите 4, потому что дорога в Шерегеш из Красноярска, мы знаем, она часов 15-16 в автобусе занимает, если это будет не... Фактически 4 дня на месте, правильно? Да, да, по факту будет именно так, да, все верно. А места-то есть на 7? Да, на Шерегеш еще есть. Вот сейчас дальше увидим с вами... Авела, Тик-Так-Мак. Еще тоже есть места у них, еще доступно, но, я думаю, честно, неделя полторы-две и уже все, на самом деле. Даже по таким ценам? 53 тысячи рублей. Да, да, все верно, потому что кто бы как бы не считал, что это неоправданно дорого, например, да, но многие понимают, что, например, пойти с семьей в тот же самый ресторан на Новый год, если кто дома, да, не привык или не хочет отмечать, то это, грубо говоря, по факту могут даже те же самые деньги выйти. А банкет новогодний входит в эту стоимость? Вот в Вилатики и в Токмаке нет, не входит. То есть нужно будет дополнительно заплатить за банкет? Если только у них будет какая-то программа, будет ведущий, то, конечно же, да. То есть, а так только завтраки. Ведущая Татьяна. Или Иван Солнцов. Горная Саланга тоже многими известный курорт, то есть, куда у нас многие, причем зачастую именно с октября по март, отправляются туристы. То есть здесь, смотрите, указана стоимость с 30 декабря по 2 января. Это три ночи, четыре дня по факту будет. Да, подождите, шестиместное шале 136 800 рублей. Это на 6 человек, да. Но если вы едете вдвоем, номер стандарта у вас выйдет 52 500, например. Вот видите, стоимость номера весь период, вот левее, да, если смотреть. Если вы, например, едете уже не только два взрослых, но и хотите с ребенком, например, либо, может быть, маму, папу, кого-то третьего, четвертого в номер взять, то дополнительно за него, за этого человека еще будете доплачивать. И вот здесь уже, видите, здесь прописано, что входит. То есть, вот мы видим, питание 30 декабря будет включен только ужин. 31 декабря это завтрак плюс праздничный банкет. Банкет? Да, 1 января мы тоже видим, что это завтрак плюс ужин. Да, ну, детский новогодний утренник, если кто с детьми, да, едет, чтобы какое-то развлечение было. И вот, видите, новогодняя ночь, праздничный банкет, развлекательные программы, фейерверк, праздничная дискотека тоже входит. Хочу выбирать, либо в романтик шаре за 75 600, либо в романтик суит за 71 940 рублей. Ну, не стандарт за 55. За три дня, но зато с праздничным банкетом. Это за три дня, да. Да, да. А вы знаете, этот прайс очень хорош для родителей, которые посмотрят на него и оставят детей с бабушками и дедушками, чтобы не платить за сорванца. Сколько там? 20 тысяч рублей, да? Ну да, да. Подождите, стандартный двухместный вот так выглядит. Нет, 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 это сейчас фотография скинута Ергаки. Можно дальше, пожалуйста, пролистать? Вот, это, то есть Белокуриха, санаторий. Ой, Белокуриха. Да, это, смотрите, стоимость 63 тысячи даты с 29 декабря по 5 января. Это 7 дней у нас будет на двоих без дороги. Опять же, то есть только проживание, плюс это трехразовое питание уже включено. Программы оздоровления, лечения в эту стоимость не входят. Не входят. Посещение санаторно-курортного, значит, дела. Да, полная медицинская справка или как раз-таки на ковид? На ковид, и плюс, если кому требуется именно лечение, то это будет от терапевта, от врача, то есть если с ребенком, то от педиатра, соответственно, уже. Вот смотрите, база отдыха Ергаки. Вот, да, это тоже, смотрите. Пока самый доступный вариант. Только проживание. Только проживание без питания. Да, здесь... Собой кашку взять, пирогов, пирогов, чтобы настряпали. На самом деле так делают, и лапшу берут с собой заваривать. Вот серьезно, как бы. Не надо, достаточно мультиварку взять, и все, Таня бы так привезет. Да, вот можно вперед, если пролистать? Какой ты знаешь. Там еще будет. Вот до этого легенда Байкала гостиница на Байкале прямо находится, от 29 800 на 2 с питанием завтраки. И до этого номер, который показывали, можно назад пролистать? Вот он, да. Да, то есть, смотрите, питание, ну, проживание плюс завтраки, да, с 2... Это вот этот вот Байкал, да, мы видим номер? Да, Байкала, да. То есть, что за эту стоимость он из себя представляет? То есть, это небольшой номер 10-12 квадратных метров. Ну, это... Душевая кабина есть, но отсутствие санузла как-то напрягает немного. Очень минимально, как бы, так скажем, за эти деньги. То есть, нужно понимать, что ту стоимость, которую мы всегда видим, минимальную, это не всегда говорит о комфорте. То есть, здесь уже зачастую с нынешними ценами иногда и действительно многим приходится выбирать. Или им просто, чтобы дома не встречать Новый год, и, как говорится, хоть где-то, да. Или же все-таки, ну, доплатить, переплатить, но в комфортных условиях. Потому что, вот честно, туристы отдыхают в таких номерах, и мнение всегда 50 на 50. Вот, конечно, по моему мнению, сходите прогуляйтесь в какой-нибудь сквер, съездите в лес, а на эти деньги, которые вы не потратите на поездку, купите домой новую плазму. Анастасия... Она будет радовать вас еще не один год. А вот это путешествие четырехдневное за 40 тысяч, ну... Анастасия, вот вы давно уже работаете в туротрасли. Как вы считаете, это адекватные цены? Я понимаю, что спрос порождает предложение. Я понимаю, обстановка диктует сейчас свои условия. Но это адекватные цены за тот комфорт, который предлагают местные турбазы, гостиницы и так далее? Ну, если честно, мое личное мнение, то, конечно же, нет. По крайней мере, за те деньги, что они предлагают, они могли бы предлагать более качественные и лучшие условия, чтобы действительно люди понимали, что да, оно того стоит, вот я сюда приеду, и я действительно останусь довольным и вернусь еще. А зачастую, когда люди платят такие деньги, они приезжают, и вот с таким вот, знаете, двояким состоянием внутри, когда ты заплатил немаленькие деньги, да, и вроде бы, да, неплохо, да, там, климат, экология, место, в принципе, другое. Возвращайтесь к моей идее, купите лучшую плазму. Кстати, на одну из самых популярных баз под названием «Дружба» мест нет. А ценник там самый высокий, всех, наверное, тех, которых мы посмотрели, не говоря про какие-то, может быть, курорты Сочи. Спасибо огромное. Анастасия Бледных, туристический агент, поговорили о том, где и за какие деньги можно отдохнуть в Красноярском крае и в ближайших регионах.